Добрый вечер, дорогие друзья! Итак, пятница. Наконец-то наступил этот хороший добрый вечер, и впереди нас ждут самые замечательные и веселые выходные, и мы приветствуем вас в вечернем телекафе, именно телеканала Витебск. Здравствуйте! По волнам телеэфира, и сегодня всемирный праздник. Кстати, наш профессиональный праздник. Взаимно, да? Поздравляем, кстати, всех наших коллег, которые сейчас работают над передачей, и которые сейчас, может быть, по ту сторону экрана нас смотрят. Сегодня всемирный день телевидения. Вот такое вот у нас событие. Да, и в этот праздничный день в студии находятся Сергей и Иван. Здравствуйте! Добрый вечер! Ну, так как у нас сегодня вечер интересный, соответственно, о конец недели, и хотелось бы поделиться тем, что же все-таки интересного произошло в течение этой недели. У Ивана есть интересные новости, и то, что интересного появилось за эту неделю, мы хотим предоставить вам. Во-первых, нужно сказать, что в Витебске сейчас все внимание приковано к Международному фестивалю современной хореографии. Буквально вот минута в минуту сейчас начинается еще один вечер в концертном зале Витебск. Там тоже работают наши коллеги, они освещают это событие. Поэтому желаем им удачи, пусть обязательно получатся интересные сюжеты. Может быть, немного сейчас забегая вперед нашей сегодняшней темы, о которой мы пока не говорили, хочу сказать, что из Полоцка пришла к нам новость. До конца 2016 года планируется разработать целый комплекс мероприятий по улучшению транспортной ситуации в этом городе. Значит, что планируется сделать? Во-первых, создать единую систему проката велосипедов. Далее, создать общественные гаражи, где можно хранить эти велосипеды зимой. Причем обычный, я так понимаю, житель сможет его поставить, наверное, за определенную какую-то плату. Более того, планируется изменить и оптимизировать расписание маршрутных такси, публиковать расписание в интернете. Возможно, даже появятся какие-то мобильные приложения. То есть надо купить машину, чтобы доехать на стоянку, сесть на велосипед и потом поехать куда надо. То есть нужно проложить специальные дороги исключительно к этим стоянкам, взять свой велосипед уже? И дальше куда-то переместиться. Я надеюсь, это будут автобаны для того, чтобы не было пробок у велосипедистов. Но еще одна важная новость в связи с тем, что наш Белгидрометеоцентр в ближайшее время на выходных прогнозирует ухудшение погодных условий. Следует отметить, что госавтоинспекция переходит на усиленный режим работы. Это водителям сейчас будет особенно интересно и актуально. И нужно, наверное, все-таки вспомнить, если у вас еще может быть незимняя резина, самое время переобуть свой автомобиль, чтобы не допускать заносов и различных дрифтов. Я вот сейчас такое вот прям слово даже наше вот для сегодняшнего вечера очень удачное, мне кажется, упомянул. Сейчас хочу показать... Следующая машина у нас не на зимней резине. Не на зимней, да и видео это снято не зимой. И, наверное, и слава богу, что не зимой. Сейчас наши зрители поймут, о чем речь. Значит, вот это видео снято в Новополоцке, если не ошибаюсь, в любом случае на номерах виден второй регион. Свадьба. Молодые вот находятся в эпицентре всего происходящего. И вокруг них парень на автомобиле, собственно, вот такими заносами делает красивый план для фотокорреспондента, да, для человека, который делает, наверное, фотоальбом. Это семейный план. То есть он рисует колечки сейчас для новобрачных. Кстати, да, как вариант. Как вариант. В общем, вот такой вот необычный подарок от друзей. Вот такие у меня новости. Это хорошо. Мы посмотрели, что интересного у нас произошло за эту неделю в городе и в нашей области. Ну, а, соответственно, для того, чтобы правильно спланировать предстоящие выходные, для вас рубрика «Афиша», для того, чтобы вы смогли спланировать свои передвижения по городу в культурном плане. 13 ноября в Витебском областном краеведческом музее открылась выставка фарфоровых статуэток. Экспонаты представляют собой историческую и культурную ценность. Дают возможность познакомиться с разнообразными по технике изготовления и декору произведениями фарфоровых заводов Европы и СССР 20 века. Представлены предметы из коллекции Витебского областного краеведческого музея, а также из частных коллекций. Из среди частных коллекционеров наиболее объемное количество предметов, наибольшее количество предметов представил нам коллекционер из Орджи Хейдеров Олег Геннадьевич. Персональная выставка лидера Латгальской художественной школы Освальда Звейсалникса представлена в Витебском художественном музее. Экспозиция включает работы, написанные в разные периоды творчества художника. Для живописи характерна экспрессия красок, казалось бы, несовместимых тонов. Похожие разные. Выставка еще одного латвийского художника, на этот раз в арт-центре Марка Шагала. Графические работы похожи по форме и структуре, однако разные по эмоциональному воздействию на зрителя. Почерк, конечно, у меня свой, я думаю, уже развился, да, и он не характерный с кем-то другим. Я тоже не сталкивался, но это, наверное, хорошо. В Центре современного искусства – космогония. Свою живописную метафизику представили две художницы, преподаватели кафедры дизайна Витебского технологического университета Елена Тулубова и Татьяна Наговицына. Работы авторов – это, по сути, отображение повседневности, которое вокруг каждого из нас, но которую не каждый замечает. Своеобразным творческим отчетом мастеров декоративно-прикладного искусства Оршанского района стала выставка «Мы разные, но мы вместе». На ней представлено более 270 работ, выполненных в различных техниках – художественная обработка кожи и бересты, гончарство, вышивка, лозоплетение, ткачество, изготовление кукол и роспись по стеклу. В музее-усадьбе Ильи Репина в Здравнево проходит выставка молодой художницы Татьяны Гробовик. Экспозиция под названием «Импрессионизм» представлена 20 работами. Ну что ж, мы уже плавно переместились за стол пониже, и уже вы видите перед нами количество вот этих вот бокалов, фужеров или как это еще можно назвать, но я думаю, парни еще объяснят и расскажут об этом. Для того, чтобы понять, кто они, следующий сюжет для вас сейчас вот коротенько. Показать. Продолжение следует... 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 Поехали, поехали, давай, давай. Есть такое? Поджимай там что-нибудь. Ну, первых 100 метров. Первых 100 метров, да? Больше ему потом доказывать нечего. Когда вы видел в заднем земле. Ну да, это первых 100 метров обычно. Вот. Ну и все. Скажите, а вот, ребят, вот вы соревнуетесь, вы принесли такое количество кубков. Они, вообще вот, ваше участие, оно ради того, чтобы вот так вот их коллекционировать, или вы все-таки преследуете какую-то цель? Или вы просто соревнуетесь? Ну, в чем идея ваша? Идея чемпионства. То есть идея стать вообще главным лидером в этой области? Да. Это возможно? Конечно, это возможно. Мы уже становились... Уже, да. Да. В последнее время, да. Вообще, наш клуб, Вересерс, он на Витебску, даже на всю Беларусь очень знаменит. И уже начинает цеплять Россию. Вот. Вот этот клуб вырастил, уже получается, четыре поколения чемпионов, начиная с 2006 года. Вот был Александр Родионов, вот. Он в 2006 году стал первым чемпионом по драг-рейсингу, тогда эта дисциплина только зарождалась в Беларуси. Потом в 2008 году был Сергей Трощенко, вот. Он занял призовое место на республиканском чемпионате, тоже по драг-рейсингу. Потом уже я подхватил эстафету в 2010 году, стал чемпионом. 2012-2013. Вот так вот. В общем, возможность стать лучшим в этой области есть. Да. Возможность есть. И эта цель. Да. Эта цель. Ну, цель... Для меня цель попасть на ВРС. Это... Это еще круче. Это мировое ралли. Это хочется. Это Subaru Impreza. Да. Актуально. А, то есть Subaru Impreza не ровно. Ну, хорошо. Для того, чтобы добиваться каких-нибудь интересных событий, соответственно, делать что-нибудь интересное в своей жизни. Возможно, что-то летает, как автомобиль, а может, что-то летает, как птица. Для того, чтобы узнать что-нибудь интересное о людях, которые живут в нашей области, для вас следующий сюжет. В выставочном зале Полоцкого экологического музея к открытию этой экспозиции готовились давно. Я рад, что вы пришли на мою небольшую выставку. Скажем, фотографии эти уже были готовы годом ранее, но в силу сложившихся обстоятельств мы удалось их показать именно сейчас. Это сейчас для Виталия Кащеева орнитология хобби. А еще недавно это была его повседневная работа. Но для многодетного папы интересы семьи оказались превыше любимого занятия. Трое детей – это не так легко и тяжело, но, выходит, нужно выкраивать и средства, чтобы купить какую-то элементарную оптику. Но, как говорят о себе биологи, заниматься изучением природы – это не профессия, а образ жизни. Каждую свободную минуту, не говоря уже об отпуске или выходных, Виталий отправляется на поиски новых открытий и находит. Я сделал первую у нас в Беларуси – это ястребиная сова. Ястребиная сова отличается тем, что обитает в Скандинавии. И последний раз регистрировали ее на территории Беларуси 30 лет назад. Это действительно уникальный снимок. Увидеть ястребиную сову, обитательницу Скандинавии в наших широтах – это не просто интересный факт, а огромная удача. Правда, для ученого в природе неинтересного вообще не бывает. Этим чудакам все любопытно и абсолютно все заслуживает их внимания. Многие европейцы поняли, что на территории и Восточной Европы, и у нас очень много интересных объектов, достойные внимания. Осталось только их найти и сфотографировать. Изучением птиц Виталий увлекся еще будучи студентом Биологического факультета Витебского университета имени Машерова. А фотография для биологов – это своего рода документ, подтверждающий находку. Вот так постепенно он увлекся и фотоохотой. Трудно передать словами, какую бурю эмоций переживает орнитолог, когда находишь что-то особенно интересное. Благо, фотоаппарат у Виталия всегда с собой. Когда ты видишь такую редкость и для наших широт, и просто хочется поделиться впечатлениями, а когда у тебя получен хороший снимок, это просто большая награда. Это уже четвертая персональная выставка Виталия Кащеева. На ней представлено 75 работ, и это лишь малая часть его фотоколлекции. В столь волнительную минуту поддержать его приехала вся семья. Это моя поддержка, мои юные фотографы. Сегодня они выступают в роли главных фотодокументалистов этого важного для папы и для них события. Ведь часть его успеха заслуженно принадлежит им. Многие фотографии даже делались когда-то в присутствии, в разном возрасте, в присутствии моих детей, и, скажем, с большой поддержкой жены в моем хобби. А когда тебя поддерживают самые дорогие люди, хочется добиться большего. Так что впереди у молодого орнитолога еще немало интересных открытий. Немало открытий, конечно, у этого орнитолога. Я думаю, он еще найдет ту единственную птицу, которая живет только в нашей стране. Но еще немало открытий ждет нас именно сегодня в студии. У нас Андрей и Алексей. Спортсмены, как они сами говорят. А спортсмены вообще делают зарядку по утрам? Перед соревнованиями зарядку. Только перед соревнованиями? Ну, по утрам ленивый делать зарядку. Не, ну чего, по Андрею видно, что он, наверное, ходит в тренажерный зал. Он только с армии вернулся. А, то есть в армию. У нас, кстати, Ваня тоже отправляется в армию. Хочешь все-таки сказать об этом? Пожелай Андрею что-нибудь ему туда. Я так чувствую буквально на днях, числа 24-го какого-нибудь. Да, 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 вот буквально на днях. Очень так метко вы сейчас попали. Кстати, вот по поводу и армии, и того сюжета, который мы видели. Без поддержки в любом деле, конечно, очень непросто. Кто вас поддерживает? И поддерживают ли? Но все-таки это опасно. Конечно, поддерживают. Поддерживает семья, поддерживает моя жена. За что огромное спасибо. Это не все женщины это понимают. В плане финансово, то автоспорт затратное дело. Тянет столько денег за собой, что страшно сумму называть. И поэтому, чтобы там участвовать, нужна очень сильная поддержка. Не только материальная, и еще моральная. Морально нас поддерживает наш клуб. Поддерживает он нас технически. У нас очень сильная техническая команда сопровождения, чтобы строить наши серьезные автомобили. И обслуживать их непосредственно на соревнованиях. Обслуживают они их так же быстро, как в Формуле-1? Примерно так. То есть такого уровня профессионала есть у нас? Ну, близко к этому. К этому стремимся? Да. Не, ну в любом случае хорошо, когда есть люди, которые поддерживают. Андрей. Да. Меня поддерживает семья. Любимая девушка. Друзья. Ну, она с нами. Подготовка перед гонкой вообще бывает какая-нибудь? Как у некоторых спортсменов? Она бывает всегда. Как у футболистов там. Никакой любви, скажем мягко. Ложишься спать в 9 часов вечера. С утра пробежка 5 километров. В 9 часов вечера это очень редко бывает. Так, то есть в лучшем случае в 5 утра перед гонкой мы ложимся спать. Сепим несколько часов и выезжаем куда-то. Что вы до 5 утра делаете? Сидим в гараже. Готовим. Готовим. В момент для подготовки. Просто катастрофически не хватает времени. Работа. Вечером в гараж приходишь. В гараже начинается там работа от часиков 8. И это все до ночи, даже до сколько хватает силы. Это все ежедневно. Потому что соревнования серьезные, автомобиль приходится готовить посерьезно. Вот, кстати, интересно посмотреть на это все изнутри. У нас есть небольшой сюжет. Как это все изнутри-то выглядит? Давайте посмотрим. Ты имеешь в виду видео, как это все происходит из салона автомобиля. Да, именно из салона автомобиля. Вот сейчас мы его посмотрим. Пожалуйста. Можешь комментировать, что ты делаешь. Да, ну... Включил первую, включил вторую. Нет, первый этот включен. Тут уже пятый. Тут затягиваем ручник. Газ в пол. Да, переставочка. Там полицейский разворот был вначале. Сейчас очень много таких терминов. Нужно объяснять, по-моему, более доступно. Что значит приставочкой вот это вот все? Ну, это надо все посмотреть со стороны спортсменов. Это поучаствовать... Не поучаствовать даже. Можно просто поприсутствовать на соревнованиях, чтобы это все понять. Перед каждым заездом спортсмен проходит трассу. Ну, ему предустояется возможность это в скоростном маневрировании, когда вот мы катаемся. Вот. Мы идем трассу, исследуем, смотрим, как бы рисуем в голове карту, как мы будем по ней ехать. И все это комментируется. И обыкновенный человек может к нам подойти и просто пройти с нами, и понять, насколько это все сложно технично. И много очень действий нужно выполнить одновременно. Это нужно ехать, думать, куда ты едешь, органы управления все задействовать. И если там какая-то ошибка, нужно срочно не в панику кидаться, а нужно из нее как-то выбираться. То есть, как в фигурном катании, есть обязательная программа, надо пройти какое-то количество упражнений. Да, да, да. Это трасса, и за пенализацию, ну, за сбитую фишку или там неправильный проезд, очень строгое наказание, которое иногда просто тебя выкидывает назад, и ты уже не можешь ни за что бороться. Хорошо. Хочу еще задать вопрос. Все-таки, как уже говорили, занятие это денежное, много из кармана уходит, из семейного бюджета. Автомобили ваши Citroën Saxo и BMW M3 Compact, правильно? Да. Что с машинами делали такого интересного, для того, чтобы они преобразились до того состояния, в котором они сейчас находятся? Ну, Citroën изначально был атмосферный мотор, это 120 лошадиных сил завода было, но этот автомобиль, он был изначально подготовлен очень хорошо, ну, именно Citroën, производителем Citroën. Он рулится, как картинг, он разгоняется с самых низких оборотов хорошо. Это была 120-сильная машина, которая ехала, грубо говоря, 80 секунд до 100. Дальше мы пошли таким очень серьезным путем, это турбирование мотора. Мой проект существует, вот, ну, в СНГ единичный. То есть сам создавал? Сам создавал проект? Почти. Турбина больше мотора? Ну, примерно таких же размеров. Вот. Мой проект в СНГ, он единичный, но в Англии очень любят горячие хэтчи. Это вот небольшие автомобили, которые оснащены мощными моторами. Очень много было проштудировано английских форумов, чтобы собрать всю информацию, и по частичкам вот все собиралось несколько лет до кучи. Вот мы собрали все и поставили туда турбину. Поставили турбину, сразу мощность возросла до 287 лошадей. То есть ездили на стенд? Да, да, 287 лошадей было, это в 2011-2012, в 2012 году. Вот. Пошли еще дальше. Мы тогда ехали, дистанция 402 метра на драге с 13,5 секунд. Это, ну, там, скорость на финише была около 170 км в час. Это вот за 400 метров мы до 170 разгонялись. Вот, и за 13,5 секунд проезжали. Ну, какой предел скорости вообще есть в голове? В голове? Я стендометр отключаю, чтобы не смотреть. А, то есть, чтобы не было страшно. Ну, просто в голове этот, вот именно, что в голове этот предел скорости существует, ты разгоняешься, и ты понимаешь, что все, вот, ну, это предел, и нужно остановиться. На скорость уже, ну, не смотреть, не обращать внимания. Нет, я понимаю, там в конце стоит девушка, которая махнет флагом, типа, мы доехали, и потом уже стрелка спидометра начинает опускаться назад. А так, что выехал куда-нибудь напрямую, и... Ну, я думаю, что 250-280, ну, мы сможем... После этого нога дрогнет? Нет. Нет? Нет. Ну, надо же себя как-то контролировать. Выезжая в город, уже не получится так, чтобы нога дрогнет. В городе однозначно. В городе мой автомобиль, мой Citroën, он уже, ну, по городу на нем очень проблематичный. Да, техосмотр явно не прошелся. Вот, я к этому на самом деле не иду. Двигаться, техосмотр я на нем могу пройти. Как бы технически автомобиль очень исправен в плане, что нужно для техосмотра, все в нем исправно. Это подвеска, ручник, все-все-все работает, и все, причем, идеально работает. На соревнованиях не должно быть такого, что что-то у тебя плохо работает. Если плохо работает, то ты проиграл. На соревнованиях, наверное, ведь такие необходимые элементы, как знак аварийной остановки, огнетушитель, они извлекаются из автомобиля, чтобы сделать его легче. Это, естественно, извлекается много из автомобиля, ну, кроме салона. Сейчас вот запретили многими регламентами автомобиль разбирать. Автомобиль именно не оборудован каркасом безопасности. Когда ты разбираешь, машина становится легче, все панели становятся слабее, и в случае аварии уже повреждение будет более масштабное. А там магнитолу, если оставить в машине? Включил погромче, за тебя колым отдам, и все нормально, восточные мотивы. Ну, ситрайном понятно, а вот с BMW та же история? BMW, это BMW E36 Compact, купил я его в начале этого года. Мотор установлен от BMW M3, 343 лошадиные силы. То есть, в таком виде он был куплен. 402 метра он проходил за 12,6 секунд на то время. То есть, в принципе, доработок по двигателю не было таких существенных. То есть, в конце сезона была установлена система закиси азота на него. Так была, то есть, полностью подвеска новая стояла спортивная. Поставили тормоза, как бы, ну, в принципе, все, гидроручник и поехали. Ну, вот, в конце сезона поставили закиси азота. То есть, после этого время на 402 метра стало, было 11,9 секунд. То есть, ну, для стрит-класса это вполне... То есть, если BMW поедет с Citroën, а BMW приедет быстрее? Или от водителя тоже занесет? На данный момент, да. По времени, да, да. Ну, в разных дисциплинах по-разному, конечно. А пробовали вообще друг с другом гонять? Ну, да. На соревнованиях иногда становились рядом друг против друга, когда выходили в финал. А не по этому? Классы не по приводам, когда мы ехали, а по объемам. То есть, тогда мы... Да, по объему двигателя. На республиканских чемпионатах везде по приводам. Передний, задний, полный привод. Ну, автомобили делятся. И мы тогда с ним как-то... Он занимает первое место в классе, с вами я занимаю первое место. И все, мы не волнуемся. А когда приезжаем в тот же Смоленск или на какие-то местные соревнования, где уровень автомобиля немножко так... Ну, не республиканского уровня получается. И автомобили немножко послабее. И для них тогда выстроят классы именно по объему. Ну, и тогда мы частенько с ним попадаем в один класс. Хотя у нас объемы разные, но за счет турбины это коэффициент, который увеличивает. Ты фору не даешь? Нет? Ну, нет. Нет, там на пару секунд позже там стартовать, а потом порадоваться, помахать рукой. Нет, у нас всегда борьба, ну, до последнего. У нас форум, мы... Ну, до последнего в хорошем смысле. Да, до последнего в хорошем смысле. Мы соперники только на трассе, когда мы уже финишировали все. Мы вернулись в свой мир, мы друзья, все хорошо. Вот. Ну, до фанатизма там, до того, чтобы там кого-то подрезать или там машину бить, такого, конечно, не должно быть. Ну, и сейчас вот, я думаю, люди, которые сидят по ту сторону экрана, они думают, вот вы увлекаетесь. Сколько денег-то потратили на это все, чтобы машину переделать? Ну, тяжело. Ну, там посчитали калькуляцию. Ну, Ситроэна три. Три Ситроэна еще сверху? Это минимум. Да. Новых последней модели. Нет, это Сакс. То есть, вместо одного вот этого Сакса, которое мы видели сегодня на экране... Можно было всю семью обеспечить таким. То есть, мы могли сегодня уехать все на Сакс отсюда. Примерно так. Примерно так денег очень много уходит, потому что что-то ты сделал мощнее, что осталось заводское, оно ломается. Приходится его усиливать. И вот так вот эта постоянная череда тюнинга, которая не заканчивается. А не такое, купил себе французскую машину? Нет. Все, что на букву F. Французский автомобиль очень хороший. И существует очень много классных автомобилей, которые... Даже Хонда – это хороший автомобиль. Цивики, они очень конкурентные. Вот. БМВ. Ну, мне по душе Ситроэн. Я когда первый раз сел за Русь Ситроэна в 2009 году, вот, мне Андрей Довольцов, такой вот, бывший владелец его дал прокатиться. И я через два дня, я говорю, все. Ну, вот французские автомобили славятся своими, там, потрясающими дизайнами. Для вас это вообще, наверное, значения не имеет. Ну, почему? Дизайн тоже... Автомобиль должен быть красивый, он должен нравиться зрителям, которые за тебя болеют. Когда на соревнованиях хлопают, они видят яркую, красивую машину. Ну, это очень приятно, это даже подбадривает иногда и дает тебе стимул побеждать. Орех двигателей обязательно, так что погромче. Это... Или отопцы, пожелать. Для того, чтобы привлечь зрителя, это правильно выхлопная система. Это облегчается... Чтобы девушки облегчали. Ну, да, продувка выхлопных газов, и они просто прямые, поэтому и звук такой. А в BMW-то сколько вкинули денег? Еще один вопрос, да? Ну, немножко поменьше, наверное, в принципе, то есть... Не три Citroën. Да. Три BMW. Один BMW, не более того. То есть в Citroën еще три Citroën, а в BMW еще два Citroën. Ну, в BMW немножко просто подороже, поэтому там... Изначально BMW просто дороже. Да, понятно. Ну, для того, чтобы попасть в Citroën, надо быть Citroën, но для того, чтобы попасть в телек, надо, соответственно, побывать в торговом центре Marca City, в котором находится Александр Каринман, и приглашает вас это сделать. Посмотрим, что было сегодня. Обувной холдинг Marca представляет Попади в телек. Всем привет, друзья! Это рубрика Попади в телек. Меня зовут Саша Каринман. И сегодня я снова здесь, в торговом центре Marca City, жду ваши прекрасные улыбки, жду ваши прекрасные зубы. Если они имеются, конечно же, я не очень люблю беззубые улыбки, потому что это становится рекламой стоматологии. Но здесь поблизости ее нет, здесь есть поблизости обувной холдинг Marca, который и предоставил нам, собственно, это место. Место под солнцем, где мы принимаем ваши заявки для попадания в телек. Все, что нужно сделать, это попасть в телек в прямом смысле. У нас есть баскетбольное кольцо, у нас есть футбольные ворота, у нас есть дартс, и у нас есть очень красивые два оператора. Здравствуйте, Юлия. Елизавета. Вам нужно выбрать мишень, попасть в нее, после чего попадаем вон туда. Елизавета, ваш выбор? Футбольные ворота. Футбольные ворота. Юлия? Пожалуй, я выберу то же, что Елизавета. Отлично, отлично, девчонки. Попадок! Еще поп... Ничего себе, давай пятерку. Прям раскромсала в ворот. Давай, теперь Юля. Юля Попадуля. В ГМО, да, мы очень гордимся тем, что мы там учимся. Это самый лучший университет, на самом деле. Самые лучшие преподаватели, да. Какие самые? Вот самые лучшие из лучших, кто? Побяржин, 100%, да. Да. А, Дранович, конечно же. Тоже очень хороший. Да. А, это мужчины? Да. Молодые? Ну, относительно. Ну, понятно. Илья. Илья, очень приятно, давай пять. Меня зовут Саша, я веду рубрику «Попади в телик». А ты учишься, работаешь? Да, учусь. Где? В школе. В какой? В 31-й. Ильюх, в каком ты классе учишься? В пятом. В пятом классе? Ну, для пятиклассников у нас как раз вот здесь отметка специальная, так что становись поближе. Это место для... О, вот, сразу видно. Пятиклассник. Молодец. Передаю всем привет своим друзьям, маме, папе, бабушке, дедушке и всем, всем, кто меня знает. Попади-ка, попади, попади-ка, ради бога, прямо в телик попади. Нужно сделать лишь немного баскетбол, футбол и дартс. Мы тебе сейчас предложим, и тогда увидеть сможешь, и тогда услышать сможешь. Прямо в телике себя. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ходжат, пациент из Ирана. Из Ирана. Ты студент? Да, я здесь студент. Ты учишься в медицинском университете? Да, да, да. Я экстрасенс просто, я обладаю... А ты на каком курсе? Ну, на первом курсе. Только поступил? Да. Нравится? Да, конечно. Хороший, спокойный город, хороший город. Девушку нашел себе уже? Девушку, да, нашел, конечно. Красивая? Да, да. Наша, белорусская? Белорусская, да. А как зовут? Инна. Сложное имя для тебя? Не сложное, но я сейчас выучил. Я очень люблю Минск и Витебск. И Минск тоже? Да, да, Минск тоже очень люблю, но... Большой город Минск, да? Сначала Витебск, потом Минск. Как зовут вас, девчонки? Лилу. Лилу? Лера. У вас на одну букву имя начинается, то есть вы могли, в принципе, составить такую азбуку L, и тут Лилу, Лера, да? Вы студентки? Да. Мединститут? Нет. Колледж связи. Колледж связей? Колледж связей. То есть вы будете связывать людей, а вы будете все это рисовать, да? Нет, я буду их обучать танцем. То есть она свяжет, а ты танцем научишь? Отлично. Попадаем в теле к мячу, после этого попадаем в него лицом. Давай, Лилу, твой спортивный шанс заявить в мире футбола. Да, вот туда. Е-е-е-е, давай. Это было круто. Теперь давай ты. Давай, 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 давай. Куда? Второй раз. Давай пятерку, я жду уже ее. Тыщ, ах. Представь себе, что ты автоответчик, и ты говоришь людям, что абонент временно недоступен. В данный момент абонент временно недоступен. Это она, это она, ребята. Она всегда этим и занималась. У меня завтра подруги с днём рождения. Я хочу поздравить Ксюшу с днём рождения тебя. Я хочу пожелать тебе успехов в танцах, в личной жизни. Короче, я тебя люблю. А я хочу передать привет всем своим близким. Я всех вас очень люблю. Лилия. Лилия, вы работаете или учитесь где-то? Работаю. Где? В библиотеке. То есть вы библиотекарша? Да. Что ты выбираешь? Дартс. Отличный выбор. Мимо. Я шучу. Если с другом вышел путь, если с другом вышел путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. В детстве папа сажал меня на коленки и рассказывал мне страшные истории. Как часто приходилось ему после этого стирать брюки. Друзья, если также у вас есть что-то интересное для всех, что нужно донести до людей, приходите в торговый центр Марка Сити в любой будний день. Здесь я, здесь вы. Мы вместе с вами попадем в телек, споем песню, расскажем анекдот, потанцуем, поздравим друзей. И можно даже поцеловать вот этого нашего специально обученного оператора. Это была рубрика «Игра Попади в телек». Меня зовут Саша Каринман. Всем пока. Обувной холдинг Марка представляет «Попади в телек». Наше телекафе продолжает существовать еще. Вечерний Витебск. Еще раз добрый вечер. В студии у нас Алексей и Андрей. Спортсмены, еще раз утверждаю об этом, не стрейтрейсеры, как многие думают. То есть это не то, что ты нажал педаль газа в пол и тормоза придумали трусы в том же духе. Ну, хотелось бы поговорить о том, что наверняка, как у каждого спортсмена, то есть у хоккеистов есть, например, такое суеверие, то, что они во время плей-оффа не моются и не бреются. То есть они, наверное, потом подавляют своих соперникам запахом и, собственно говоря, растительностью на лице за все время, пока это было плей-офф. Какие суеверия есть у гонщиков? Ну, на самом деле суеверий достаточно. И они перестанут существовать, если я вам их расскажу. Я расскажу, ну, там, несколько, там, например, некоторые спортсмены не моют, не стирают, так сказать, свой комбинезон целый сезон. Вот некоторые, когда садятся в машину, они там какой-то определенный ритуал исполняют. Вот, ну, очень-очень много мелочей таких, которые иногда, что, иногда, если ты не сделаешь эту мелочь, ты садишься в машину, перед стартом все кидаешь, выбегаешь, там, доделаешь свое дело и садишься, и потом только едешь. Если даже уже загорелся желтый сигнал на драге, да, то есть, адресно вышел из машины, да? Колеса протер и поехал. Андрей, что-нибудь делаешь? Ну, примерно то же самое, то есть, такое, ну, вот есть, что нельзя обходить свой автомобиль спереди. То есть, как бы, переходить на дорогу, то есть, такой вот, да, скажем так, регуал. Ну, кстати, по-моему, это даже закреплено как-то, может быть, либо в правилах дорожного движения, потому что, когда я сдавал в автошколе, передо мной парень, который обошел автомобиль спереди, не сдал. Именно по этой причине. Наверное, это дело уже не в своеверии, а в чем-то другом. Я думаю, он попался на глаза сотруднику ГАИ. И в полотне. Может быть, да. Так, больше ничего такого нет? Протереть белой тряпочкой лобовое стекло? Протереть колеса, если ты. Да, только если протереть колеса. Да, ну, если Андрей там на старте стоит, мы можем протереть ему колеса. Помочь постучать по машине, сказать, например, слово. Ну, оно практически, если я свободен, если там наша команда свободна в этот момент, все это делают. Вот, наверное, здесь один ритуал и есть. У нас есть один сюжет. Это именно драговый заезд. Давайте его посмотрим. Вот как это все было. Так, запускаем. Один из заездов. Вот там ребята в начале, вот они. Они толкали машину. Это для того, чтобы ты быстрее поехал? Они ее держали. Да, они приняли ускорение, ускорение. Ну, на самом деле, когда поверхность на старте немножко неровная, и получается, ты стоишь, и, не дай бог, машина покатится или вперед, или назад. И тогда может произойти фольк-старт. А когда ты стоишь на старте, и ты знаешь, что твой автомобиль держит, ты уверен, ты уже там сосредоточен только на светофоре, и все, ты больше ни на что не отвлекаешься, чтобы там ручничком подержать, или там на тормоз нажать и так далее. Вот. А ты уже сосредоточился на светофоре, ты смотришь на этот желтый свет, как только там последняя лампочка желтая загорается, и все, ты уже... А количество людей, которые толкают, никак не ограничено? Они не толкают, они держат. Хорошо, и которые держат. Хотя я сейчас видел, этот парень толкал. Да, один толкал. Ну, это потом уже это, ну... Ну, просто если взять, допустим, людей побольше, то и сотые секунды может все решить. По регламенту вообще в пристартовую зону допускается только два человека. Кроме гонщика? Да. Который техподдержка, команда. То есть те 25 человек, которые сейчас толкали с акса. Попали в слепую зону просто для судей. На самом деле, если брать какие-то соревнования серьезного международного уровня, то людей в стартовую зону, в пристартовую может находиться механик. В стартовую зону уже никого не пускают. Потому что были такие случаи, даже у нас на чемпионате Республики Беларусь, один человек, когда стоял на старте, и сзади повезло, что они стояли не сзади. Вместо первой передачи он включил заднюю. И он дернулся. Они держали его сбоку. Да, они держали его сбоку. Он дернулся, но вовремя все остановился. И после этого не надо так делать. А финишную зону пускают? Зрителей, например, там чем-нибудь покрутить? Нет, на драг-рейсинге на финише стоит только автомобиль пожарной безопасности. Скорая. Да, скорая помощь и техники, которые обслуживают телеметрию. Потому что скорости на финише достигают, в моем состоянии, за 400 метров максимум, что я развивал, это 195 км в час. У меня было 203, это вот 203. 203, да. Есть автомобили, которые финишируют на скорости, которые проезжают 8 секунд, они финишируют где-то 280-290. То, вы представляете, он за 8 секунд развивает такую скорость. Ну, это не до 100 км в час разогнаться, это гораздо больше. Все серьезнее. У меня сразу такая картинка, как эти американские горки. Когда ты едешь, ветер тебе в лицо, это все раздувает 280 км. Сейчас с каким лицом ты финишируешь? Там не с лицом, там люди ставили камеры замедленной съемки, и когда автомобиль развивает больше 200, из-за давления начинает кузов раскрываться. Двери начинают, вот такие щели, около 5 сантиметров щели по кузову только начинают появляться. Вот, потому что за счет вот этого быстрого ускорения и давления вот такое вот получается. Доходило до того, что даже в некоторых машинах кузовы, ну, они не рвались, но они ломались, где-то там согибались и так далее. Ну, есть. Хорошо. Есть, наверное, все-таки люди, молодые люди, которые мечтают о спортивной карьере именно гонщика. Что бы им хотелось бы посоветовать? Хотелось бы им посоветовать то, чтобы они приезжали только на специализированные площадки, треки и так далее. Ни в коем случае не гонялись по городу, по трассе и так далее. Только-только на отведенных для этого местах. К сожалению, у нас их нету, поэтому приходится пользоваться какими-то закрытыми стоянками, когда там нет автомобилей и так далее. Мы проводим, в прошлом году, по крайней мере, мы проводили обучение. Было такое объявление небольшое, что любой желающий зимой мог приехать и получить консультацию. Самым элементарным вещам его учили. Это такое первоначальное. Это как правильно сидеть за рулем, как правильно держать руку, как правильно его крутить. Этого никто не умеет. Я заметил, что когда приходили новички, одной рукой, одной рукой, сидят не пристегнутые. Это ни в коем случае делать. Ну, то есть, как правильно надо сидеть? Ну, правильно сидеть. Андрей, давай помогай. Как надо сидеть правильно? Примерно вот так. Немножко согнутые локти здесь должны быть. И 11-2. Как в автошколе. В этом положении ты сможешь крутить руль очень-очень быстро. То есть, дальше как надо перекрутить? То есть, руль? Вот так вот. И в обратную сторону. Фактически, как танцы, да? Да, как танцы. То есть, если влево поворачиваешь, то левая рука сверху. Если вправо, то наоборот, чем левая рука наверху. Вот так вот. Это все делается очень быстро. И ваша реакция будет зависеть от дальнейшего результата. Если вы даже ездите по трассе, по какой-то хороший асфальт, а тут лесок начался и гололед. И вас занесло. Если вы вовремя не среагировали, все, вы ничего не успеете сделать. Уже критическая точка заноса пройдет, и все. И будет беда. Поэтому приходите зимой. Будет объявление. Будем людей собирать, будем учить, будем показывать, тренировать. Это все делается бесплатно. Никаких денег. Просто мы не можем без движения. Нам хочется зимой. А где будут объявления, кстати? Объявления в нашей группе ВКонтакте. River Racers Club. Наша группа. Заходите туда, вступайте. Там будет объявление. Я буду всем рассказывать о всех мероприятиях, которые предстоящие, республиканские. Но мы сейчас практически ничего не проводим, потому что не хватает времени. Мы перешли на такую стадию. Ну, участвует. Наш клуб только катается. В основном только участвует. Сейчас сезон еще в разгаре. Летний сезон уже закрыт. Сейчас потихонечку готовимся к зимнему. Зимой мы немножко участвуем, но уже на местном уровне, на республику мы никуда не выезжаем, потому что на республике уже практически ничего не проводится зимой. Ну, а тут на местном подучить новичков, рассказать девушкам, рассказать девушки, приезжают, как правильно ехать. И потом девушки начинают ехать и говорят, а вот можно мы постревнуемся с парнями? И у них такой азарт начинается. И потом, потом я смотрю, что в списке девушка все выше, выше, выше поднимается, а парни где-то остаются сзади. Машина все дороже, 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 да? Нет, на одном и том же автомобиле вот Мария такая вот приезжала к нам на соревнования прошлой зимой. Она приехала, ну, нулем, выехала оттуда, я уже могу сказать, что она с очень хорошим опытом и научилась многому, ну, для себя уроков. То есть у девушек есть надежда, да, на то, что... На девушек очень большая надежда, потому что катаются... Раньше, вот в 2010 году была такая Ирина, к сожалению, она уехала в Украину жить, вот. Она давала парням такую конкуренцию страшную, что даже ее побаивались, так нормально побаивались. То есть Ирина все сразу, Ирина, это же Ирина, Ира. Да, ну, Ирина рыжая, да. Вот, у нее такой псевдоним был. Так что, и я смотрю, что девушки, девушки опять начинают подтягиваться. Немножко вот такие были проблемы с автоспортом, а сейчас начинают опять развиваться. Появилась такая дисциплина в Беларуси, как Time Attack. Это уже такое приближенное к кольцевым гонкам. Очень серьезный трек в Смоленске построен. Вот мы с Андреем там катались. Андрей показал на данный момент, пока вот в Витебске никто результатов не побил. Вот, минуты 51 он проехал. Ну, это не предел, это далеко не предел. Это так, мы проехались первый раз, грубо говоря, ну, в боевом режиме. Вот, и не получилось у нас попасть в этом году еще туда. Ну, на следующий год мы планируем туда минимум пять раз попасть на это кольцо, потому что кольцо строилось для соревнований для грузовых автомобилей. Там грузовые автомобили, оно очень серьезное. Там боксы для зрителей, трибуны, все как надо. Очень хороший уровень, поэтому мы будем стараться туда ехать и ставить рекорды. Ну, хорошо, хоть куда-то мы все-таки развиваемся, пусть не в местных масштабах, но есть в 120 километрах от города небольшой трек, куда можно съездить и провести время довольно-таки неплохо. У нас есть небольшие подарки для вас, собственно говоря. Не просто так вы пришли сюда, хотим вам... На память традиционно, как мы вручили нашим гостям. От нас кое-что подарить. Будет куда что записывать и куда что складывать. Свои результаты, кстати, время можно сюда записывать. Ребята, это вам, да, все это, собственно говоря, для вас. Спасибо, спасибо. У нас осталось совсем немного времени. Хотелось бы, наверное, пожелать вам удачи, собственно говоря, в этом всем. В гонках занимать не только первые места, кстати, а какие самые верховные достижения, в общем, самое главное достижение в жизни гоночной. В гоночной жизни у меня в прошлом году был кубок. Вот он присутствует в EADC. Это восточно-европейский чемпионат по драк-рейсингу проводился. Это первое место я занял тогда. В Гродно проходил, там сумасшедшее количество быстрых автомобилей было, уровень очень серьезный. И я в классе ФВД-стрит занял первое место. А не в гоночной, кстати. Что что? Не в гоночной жизни достижение самое большое. Это мой ребенок, моя девочка. Андрей, где твой большой бокал? Ну, начал я участвовать так, более серьезно, скажем так, с этого года в соревнованиях. То есть, ну, у меня вот кубок стоит с левой стороны, вот это, да. Второе место в чемпионате по драк-рейсингу в Беларуси. Ну, то, что я занял в этом сезоне. Шампанский пахнет. Да, они текут. Туда наливаешь, туда. Это всегда. Ну, всегда есть надежда, конечно, занять какое-нибудь более высокое место. И всегда есть надежда у кого-нибудь из людей, которые находятся не только в нашем городе, но и в нашем области. Небольшой сюжет на эту тему. Надежда. Она сильнее веры и даже любви. Ведь когда человек перестает верить и любить, он все равно продолжает надеяться. Владик. Светлый, добрый мальчик. Возможно, не по годам серьезный. Ему всего 10 лет. Он хорошо учится в школе, признается, что не очень любит читать, Иногда ссорится с друзьями, но быстро мирится. Любит играть в футбол, собирать из конструктора разные фантастические аппараты. Полумашина, полуодка. Это что значит, что она будет делать? Ну, может и ездить, ну, летать в смысле, а не ездить и плавать. Скажи, наверное, конструктору хочешь быть, когда лестешь? Не. Ученым. Ученым хочешь сказать? А ты хорошо учишься в школе? Бывают и плохие оценки. А какие вообще оценки бывают, расскажи? Ну, по человеку миру только были десятки и все. А по математике что? По математике там были девятки, восьмерки, там семерки, шестерки. Ну, а четверки, девятки, семерки, это очень хорошо оценки, да шестерки, это очень хорошо оценки. Ну, а пятерки когда-то были. Владик живет в детском доме уже три года и очень ждет маму и папу. Мечтает о большой семье, о совместных прогулках, праздниках. По-мужски не договаривает, но достаточно заглянуть ему в глаза. В них бездонная надежда на счастье. Это когда ты живешь рядом с мамой, с папой. 7 октября у Владика был день рождения. Так случилось, что встретил он его в больнице. Не было торта со свечами, но его не было никогда. Здравствуйте, я хочу тебя будет тортик, свечка, ты забиваешь и загадываешь. У меня еще никогда не было такого. У Владика большое сердце. И если найдутся для него мама и папа, то он будет любить их больше всех на свете. Ведь он очень надеется, что будет кому-то нужным. Надеется, что будет праздничный торт и свечи. И он обязательно их задует, загадав только одно. Чтобы мама и папа всегда были рядом. Огромное спасибо парням за то, что они посетили нашу студию. Рассказали много интересного о том, как двигаться, куда двигаться. Что делать, сколько денег надо вложить. Три Citroёна, как минимум, я уже заметил. Но от дел сущих мы переходим, собственно говоря, к тем делам, которые называются развлекателями. На студии есть девушка, которая уже рядом с Ваней примостилась. Но я понимаю, Ваня в армию уходит, поэтому девушки сейчас всех к нему. Итак, Ксения Костеш. Прошу любить и жаловать. Можно похлопать. Девушка сегодня нам подарит свой талант и расскажет о том, даже не расскажет, споёт. Споёт. А о чём Ксения будет петь, мы, наверное, узнаем буквально через одну, две, три, четыре, пять. Поехали. Ага, 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 ага. На твоих щеках тает ветер И роняет чнуть мне звезду Где-то за тобой пойду На край света Я тебя найду, как весну, знай На семи ветрах за тобой Синие птицы упадут с небес Тенью на твои ресницы стану для тебя Я беспечным жарким летом И войду в твои белые рассветы Я с алых роз сорву лепесточки Напишу тебе о любви строчки Ты мой свет в окне, темная ночка К меня теперь не уйдешь Ты на семи ветрах за тобой Синие птицы упадут с небес Тенью на твои ресницы стану для тебя Я беспечным жарким летом И войду в твои белые рассветы Ты на свет и я Ага, 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 ага На семи ветрах за тобой, у синих птицей, упаду с небес, тенью на твои ресницы, стану для тебя, я обеспечен жарким летом, и войду в твои белые рассветы я. Ксения Костеж – это прекрасная песня, помогающая вам провести будущие выходные хорошо. С вами был Сергей Сухов, Иван Ксения Костеж. Увидимся, всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok